Наконец-то у меня дошли руки до настройки домашнего медиасервера, за основу мы берем Jellyfin, который установим в Proxmox, в LXC-контейнер, который останется непривилегированным, пробросим NFS-шару и настроим транскодинг. И сразу же хотелось бы сказать несколько слов в пользу этого решения. А все просто, контейнер будет потреблять меньше ресурсов, и оказалось это очень легко настроить еще к тому же. У меня в качестве сервера AUSTAR VTR PRO с процессором Intel N100 и встроенным видеоядром. Поэтому тот факт, что мы можем использовать LXC для этого, это просто замечательно. Мы экономим ресурсы, и мы отдельный сервис устанавливаем в отдельный контейнер. Я нашел две инструкции, как это все провернуть. Только в этой инструкции для контейнера мы повышаем привилегии, а вот в этой инструкции контейнер остается непривилегированным. Приступим. Скачиваем шаблон Debian и создаем контейнер. Debian. 16 хватит. Я выделяю все 4 гидра. Памяти. 4. Стартуем сразу. Обновляемся. Устанавливаем пакеты. И я сразу же настрою доступ по SSH. Контейнер перезагрузился. Подключаемся по SSH из терминала. Устанавливаем Jellyfin. Все установилось. И вот на этом этапе нам также требуется SSH подключение к хосту, то есть к самому Proxmox. Переходим в хост. Выполняем апдейт. Устанавливаем пакеты. Также сразу устанавливаем драйвера на видеокарту. У меня они уже установлены, поэтому все проходит так быстро. Но у вас будет установка. Также сразу же мы можем посмотреть в iInfo. Если мы вот это видим, значит драйвера подхватились. Все выполнено успешно. На этом этапе я объясню, каким образом мы будем подключать шару в контейнер. Как видите, контейнер не привилегированный. А раз так, то напрямую подключить мы не можем. Но выход есть. Я буду подключать шару из Synology. Переходим в папку общего доступа. И включаем SSH. Настраиваем здесь IP вашего Proxmox. Выдаем права на чтение запись. Squash. Сопоставление всех пользователей с админ. И все галки проставляем. Возвращаемся в терминал Proxmox. Создаем директорию, куда будем монтировать нашу NFS-шару. MakeDir.MontedGellyfin. Переходим в nano.etc.fastup. И последней строкой добавляем наше монтирование. Это будет IP-адрес вашего Synology. Путь до шары. Путь, куда мы монтируем на самом хосте. Указываем тип NFS. По умолчанию. В конце 0. Здесь перенос строки. Выходим, сохраняемся. И перезагружаем. И монтируем. Выполняем вот эти две команды. После этого директория будет смонтирована. Можем перейти в mount и увидеть, что все, что у вас находится на Synology, отображается здесь. Практически все готово. Нам остается только изменить конфигурацию контейнера. Для этого мы перейдем в SSH контейнера. Выполним. И ID запомним. В моем случае 104. Возвращаемся в хост. И проверяем здесь, что рендер 128 под вот этими ID. 226.128. Их нужно будет вписать вот сюда. На следующем этапе. Переходим по пути в эту директорию. У меня контейнер 230. Поэтому открываем его конфигурацию и добавляем вот эти строки в конце. И вот теперь внимательно. Мы создаем точку монтирования, где вот это путь, куда мы монтировали на хосте, а вот это путь, куда будет премонтировано в самом контейнере. Здесь 226.128 получены отсюда. А здесь в последней строчке. Иксы меняем на то, что у нас здесь. 104. Вписываем 104. Сохраняем. Переходим в контейнер. Выполняем команду и устанавливаем. После установки перезагружаемся. После того, как контейнер перезагрузился, проверим, что все правильно. Проверяем v-info в контейнере. Если мы вот это видим, и если мы видим версию в API, то все в порядке. Так же проверим. Оп, не скопировал. Так же проверим, что здесь выдает все то же самое. И так же проверим, что здесь ошибок никаких нет. Все в порядке. На этом можем считать, что настройка выполнена. SSH контейнера нам больше уже не нужен. Выходим. А вот на хосте установим Intel GPU Tools. И после установки мы сможем отслеживать загрузку видеокарты. Выполняем Intel GPU Top и оставляем висеть. Пора переходить в Jellyfin. Выполняем настройку. Добавляем медиатеку. У меня фильмы и сериалы все в одном месте. Поэтому выбираю пункт смешанной фильмы передачи. И вот она, наша шара. Подключаем. Оп. Немножко подождем, пока медиатека вся просканируется. Сканирование завершено. Сразу же настроим транскодинг. Переходим в перекодирование. Включаем Intel QuickSync. Сохраняем. Переходим в Jellyfin. Давайте сразу же воспроизведем фильм. Я поверх экрана закрепляю мониторинг видеокарты. Нажимаем. Выведем информацию о воспроизведении. Трансляция напрямую. Видео ядро не работает. А вот если мы изменим битрейт, то сразу же увидим, что все пошло. Происходит транскодинг. И сейчас информация изменилась. Вот уже изменилась. Собственно, все. Вся информация будет в описании. Можете пользоваться. Продолжение следует... Продолжение следует...